Восстан после сна мы преподаем к твоим стопам благе адресскую письмо, соглашаем тебе сильный свят, свят, святый Божий, по молитвам, богодорствам и по имени нас, слава Отцу и Сынему и Святому Духу. Восстан после сна, подняв мне, Господи, умы просветили, сердце откроет стану, чтобы воспевать тебя, святая Троица, свят, свят, святый Божий, по молитвам и Богородице, помилуй нас, именин всегда и во веки веков, а не вне зала, но придет судья, и деяния каждого обнаружатся, со страхом воскликнем ты в полность, свят, свят, святый Божий, молитвам и Богородице, помилуй нас, и Господа, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сынему и Святому Духу, и именин всегда и во веки веков, аминь. Восстав после сна, благодарю тебя, святая Троица, что по великой твоей милости и долготерпению ты, Божий, не проделался на меня, любимо и грешно, и не покрепил жизни моей, среди беззаконий моих, но оказал мне обычной той человеколюбии, поднял меня к лежащему, чтобы принести тебе утреннюю молитву и прославить могущество Твое, и не просвети мои мысли, чтобы мне получаться Слово Твое, разрывать заповни Твое, полать воду Твое, и открой встанную, чтобы мне прославлять Твое в благодарном сердце. И расплевать святейшее имя Твое, Отца и Сына, и Святого Духа, аминь, и всегда и во веки веков, аминь. Придите, поклонимся Царю нашему Богу, придите, поклонимся и треподем ко Христу, Царю нашему Богу, придите, поклонимся и треподем к Самому Христу, Царю и Богу нашему Богу. Блаженны, непорочные в пути, ходящие в законе Господне, Блаженны, хранящие откровения Его всем сердцем, ищущие Его. Они не делают беззакония, ходят путями Его, и заповедал поведение Твоим, хранить твердо. О, если бы, направляясь путями и соблюдению усталых Твоих, тогда я не постыдился бы, взирая на все заповеди Твои, и осваивал бы Тебя в кровоте сердца, получая судом права Твои. Буду хранить усталых Твоих, не оставляй меня совсем, как юношу содержать в чистоте пункт свой, храним им себя по Слову Твоему. Всем сердцем моим ищу Тебя, не дай мне уклониться от заповедей Твоих. Сердце моем сокрыл я Слово Твое, чтобы не грешил перед Тобою. Благословен Ты, Господи, и наручи меня усталым Твоим. Усталыми моими возвещал я все суды Ус Твоих. На пути откровений Твоих я радуюсь, как во всяком богатстве. О заповедях Твоих размышляю и взираю на пути Твои. Усталыми Твоими утешаюсь и забываю Слово Твоего. Диви милость и рабу Твоему. Не буду жить и хранить Слово Твое. Открой очи мои и умирай чудеса закона Твоего. Странник я на земле, не скрывай от меня заповедей Твоих. И станет мишами и желанием субов Твоих. Во всякое время. Ты укротил гордых, проклятик, уклоняющихся от заповедей Твоих. Снижи с меня по ношению, по срамлению ибо я хранил откровения Твоих. Князья сидят и сговариваются против меня, а раб Твой размышляет об уставах Твоих. Откровения Твои, утешения Мои, и уставы Твои, советники Мои. Левша моя повержена в прах, оживи меня по слову Твоему. Объявил я пути мои, и Ты услышал меня. Научи мне уставам Твоим, дай мне разуметь путь поведений Твоих. И буду размышлять в небесах Твоих, душа моя истаревая под скорбью. Укрепи меня по слову Твоему. Удаля от меня пути ложи, закон Твой дали мне. Я избрал путь истины, поставил перед собой суды Твоих. Я подлепился к откровениям Твоим, Господи. Не постиги меня, потеку путем заповедей Твоих, когда Ты расширишь сердце мое. Укажи мне, Господи, пути вставок Твоих, и я буду держаться Его на сердце. Вражеми меня и буду соблюдать закон Твой и хранить его всем сердцем. Поставь мне на стезю заповеди Твоих, ибо я вам желаю ее. Преклами сердцем ее к откровениям Твоим, а не к корысти. Отвати очи мои, чтобы не милить суеты. Животвори меня на пути Твоем. Утверди слово Твою, рабу Твоему. Ради благоговения, отради поношение мое, которого я спрошу у себя, суды Твоей благи. Вот я бы желал поведения Твоих, животвори меня правду Твоей, и отради ко мне милости Твоей, Господи, спасение Твое по Слову Твоему. Я дам ответ по-настоящему мне, ибо уповаю на Слово Твое, не отнимай совсем от уст моих Слово истины, ибо я уповаю на суды Твои, и буду хранить закон Твой всегда, во руки и вики, буду ходить свободно, ибо я взыскал поведение Твоей, и буду говорить об откровениях Твоих, предсаляне, и не постыжусь, буду утешаться заповедями Твоими, которые возлюбили. Руки мои будут простирать заповедям Твоим, которые возлюбили. Размышлят об уставах Твоих, вспомни Слово Твое, краду Твоему, на Котором ты поверел бы не уповарь. Это утешение в детстве моем, что Слово Твое оживляет меня. Гордый и крайний другаристный родной раноеме уклонился от закона Твоего. Вспоминал судьи Твоей, Господи, от века и утешался. Ужас повладевает мною от любви нечестивых, оставляющих закон Твоих. Вспоминал Твоей, были песни мою, на месте странствами моих. Ночью вспоминал я имя Твое, Господи, и хранил закон Твой. Он стая моим, ибо повеление Твоих хранил. Будил мое, Господи, и сказал я соблюдать слова Твои. Молился я Тебе всем сердцем, помилуй меня по слову Твоему, размышлял о хитях моих, и обращался только моим, как укралениям Твоими. Спешил, и не медленно соблюдать заповед Твоей, сетночестивых окружили меня, но я не забывал законы Твоего. Он в полночь ставил славословие Тебя, в полночь ставая славословие Тебя за правильные суды и Твои. Общник, я всем боящимся Тебя, и хранящим поведения Твои. Милости Твоей, Господи, полно земля, научи меня устало Твоим. Благо сотворил Ты рабу Твоему, Господи, по слову Твоему, доброму разумнению и верению научи меня, ибо заповедем Твоим я верую. Прежде страдания моего я заблуждался, аминия, слово Твое храню. Благо и благодетелен Ты, Господи, научи меня устало Твоим. Горды сплетают на меня ложь. Я же всем сердцем буду хранить повеление Твоим. Ожирело сердце их как тух, я же законом Твоим решаюсь. Благом мне, что я пострадал, дабы научиться устало Твоим. Закон успеет для меня лучше тысяч золота и серебра. Славя, Свои Сыны, Святом Иврху, и ныне ты смах и ворит веку хранить. Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже. Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже. Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже. Боже, очисти меня грешного, ибо я никогда не делал доброго пред Тобой, избах меня от зла, и пусть будет во мне воля Твоя. Дай мне, не подвергаясь и суждения, открыть мои недостойные усы, дай мне, свалить Святое Имя Твое Отца, и Силеное Святого Духа, ныне я всегда лови, и веков хранить. Ставь на сна, я после дни ночи приношу Тебе песню спасти, припадая к стопам к Нему, и вызываю к Тебе, и не дай мне уснуть греховной смерти, но сжаться на Мною, добровольно распявшись. Скоро подними меня беспечно лежащего, и спаси меня стоящего пред Тобой на молитве, и после сна ночи много пошли мне в ясный и безречный день Христии Божий, и спаси меня. Владимир, живой колюбий, вставь, после сна, великую милосерию Твою принимаю в злобода, и прибиваю в молитве Тебе, помоги мне во всякое время, во всяком деле, избах меня, во всяких мирских, и вверх, и вверх, в ясный день Христии Божий, спаси меня, и вверни в садство Твое вечное, ибо Ты мой Творец всякого блага, источник и подателем, и Тебя вся моя надежда, и Тебя прославляю, и Тебя всегда, и в веки вечное. Аминь. Господи, сохранивший по обильной своей благости и великому своему милосерию, рабателю, в прошедшее время этой ночи, отразившийся всякое нападение от дьявола, Ты сам, владыка в Своем мире, у достойния преследия Твоей истине с просвещенным сердцем исполнять Твое Твое, и Минуя всегда, и в веки веков. Аминь. Господи, Вседержитель, горный сил, бесплодных, и всякая порта, на высотах небесных живущих, озирающих, долг земли, и наблюдающих сердца, и полностью, ясно ведущий тайны человеческие, изначальный и вечный свет, который не имеет изменений в силе, и не оставляет затемненного места на Своем пути, Тейсан, и Смертный Царь, прими моления наше, которое мы в настоящее время надеемся на обилие и страдания Твоего приносим из нечистых уст, и прости нам предрешения наши, совершенные нами делом, словом и мыслью, сознательной или несознательной, очисти нас от всякой начистоты в Боге и Духов, и дай нам в бодрствующем сердцем и трезвыми мыслями прожить всему и дешней жизни, прожидая наступления светлого исламного дня второго пришествия и народ Твоего Сына, Господа Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа и Господь и Сырья и Слава и Господь и Господь и Господь да найдет у нас нережащими сонами и божествующими и поднявшимися среди исполнения западных и дирот и готовыми войти с Ним в радость и Божественном черток славы и Умин и приставленные голоса также ствующих и невыразимая радость видящих несказанных красотой Вица Твоего и Божий и истинный свет просвещающий весь мир и Тебя раскивают все Твое имя веки и вечные Аминь Тебя благословил Всевышний Бог и Господь милости творящего с нами всегда великие непостижимые славные же ужасные дела которые мы чесла подавшего нам сон и облегчимой немощи наши и для родников от родов многоукреченные плод благодарим Тебя за то что не погубил нас беззаконными нашими направил как обычно человеколюбие и возгиб нас лежащих мечучек и чтобы славословие для жалкова и поэтому молим безмерную Твою благо просвети наши мысли очи ум наша тяжкого сновенности восставь открой наши устали и вспомни хвалой Тебе чтобы мы могли непоколебимо ответить и исповедать я в России мою всех пославляем Бог безначального оса святого родника всередом и всесвятым благим и проявшим Твоим Духом ныне всегда Твои Тебе Господи 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 Воспевая благодать владычек самой и Тебя ум и испорь благодать ее оставь меня идти прямо к Тебе Христову завтра и бодрствовать в тени укрепи обвиняем сомнение связанного с сетями греха поднимем мальвами поднимем решили в день вести ночью и днем сохраняя меня и славляя только обошвающих мне врагов жизнь на Ратере Бога родив ой дивный черток владыки хам духа святого соделания врача родившего врачу души многолетней страсти волоню его житей с теми бури пути покаяния натураль избавлен от огня вечного червя злого и тарта что бы мне повинного многих в реках не отограться на Ратере судьбеса новым соделай меня обрешавшего от нечувственного совершения пренепорочного причастного всех муки винина и владыка у всех у моей достигнет небесного веселья со всеми святыми спотом пресвятая обьева услышь голос непотребного раба твоего дай мне устроить святого чистого души на скверно очищающего стенами сердца приношу тебе непрестанно ой сердце владычица молебную форму мою прими и Бог благоутробно не принеси превышая все земного состава садил меня святоносный покров небесный возожди духовную благодать мне воздевая руки устами похвалы ствердюм ствердюм непрочная прослевающая души злых дел избав меня креста усердно моляя которому честь поклонения подобает мирно всегда любви злых храм аминь 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 кто ищем меня жив будет не верить смерть и валит и так если вера в тебя спасает отчаявшимся то веру спаси меня ибо ты бог мой создатель вера вместо дел Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил 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 DimaTorzok Аминь, верующий, все то, что приведет их к поколению. Спаси, Господи, и помилуй старых, юных, сирот, гудов, находящихся в болезнях, печах, бедах, скорбях, напастях, темницах, заточениях, особенно же рабов, которые преследованы за Тебя. И веру православную, не знающими Тебя безбожниками, и вертиками наступниками всех, вспомни, посетил, крепил, кеш, и дарил их силу, то есть скорое облегчение, освобождение, избалдение. Спаси, Господи, посланных послуг, путешествующих, особо братьев наших, и всех православных христиан. Спаси, Господи, и помилуй ненавидящих, и обижающих, и нападающих на меня, и непогубивших за имя грешного, отступивших от православной веры, осветленных погибельными елецами, просвети Святом Благопознаем, и присоедини Твоей Святой Соборной и Апостольской Святой. Вспомни, Господи, переселившихся из этой жизни, благочестивых царей и царей, святейших патриархов, пресвященных, митрополитов, аптекистов, 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 а также послуживших Тебе священческому на наше скончение, и упокоив со святыми Твоими в вечных Твоих селениях. Вспомни, Господи, души скончавшихся, рабов Твоих, родителей и всех родных по плоте, прости их все им согрешения, если возможно, вольные и неволенные, дары им царства, и участия в наслаждения и вечными благами Твоими, бесценичной, облаженной жизни. Вспомни, Господи, всех скончавшихся с надеждой в воскресенье и жизни вечной отцов, братьев и сестер наших, и всех православных христиан, и вселились со святыми Твоими туда, где сияют свет лица Твоего на нас, помилуй, как благой человек и любивый, облик. Даруй, Господи, прощи на грехов всем прежде умершим, сверленной, вверху в воскресенье и жизнь вечную отцам, братьям и сестрам нашим, сокровим вечную память. Божьей милостью будь ко мне, грехов и сокровившим, у меня Господи, по имени дня. Вячеславия совершил Господа помилуй и прости ненегрешного. Святись и святись о Новом Иерусалиме. Слава Богу Господню, на тебе вас сия. И пусть не веселись и сегодня ты же чистая, просусь и Богородица, а восстанье Рождества Твоего. Слава Всюсию, Сын и Святого Бога. И ныне пресняла Господи. Помилуй Господи, помилуй Господи. Помилуй Господи, помилуй. Господи, благослови. Господи, Иисус Христиан, Сын Божий. Моли, ради причистия Твоей Матери, силою честного и разгорящего Христа, святого Ангела Мого Хранителя и всех, ради святых, помилуй и спаси меня грешного. Так и благ для человека любишь. Мы продолжаем говорить о слове, чтобы в церкви было на понятном языке. Эти материалы, которые я даю пояснение, находятся в книге к истинному православию. Наше издание. Второе и первое. И далее. Что мешает в церкви быть понятному языку? То есть вопросы очень простые. Говорят, это будет раскол. С нас одного Никонова хватит. Ненужная реформа при царе Алексея разделила Русь. Прозападный масонский поток затопил Русь. В основном все это шло через Украину. Главное разложение церкви всегда было через Украину. Они там окатоличные. Сейчас даже священники приезжают бритые. Ну, просто видно, что и посты не соблюдают. Когда злословят путь Господень, апостол Павел смело отделил учеников и ежедневно проповедовал в училище некого тирана. Деяние 19.9. То есть речь идет не о делении от церкви, а о молитве, хотя бы домашней. В церкви мы ничего не сделаем в один раз. Какой соблазн для кого? Не побоялись на соблазн народа сотрудничать с органами КГБ, получать награды от КПСС, как у патриарха Алексея I, три ордена Белла Трудового Красного Знамени. Развозить заразу коммунизма по всему миру, погрязнуть в симонии, то есть за деньги, за деньги и крещение, все это симония, смертный грех, довести до полного обмерщения церковь. Это за соблазн не считается. Ни Бога не убоялись, ни людей не устыдились, а прочитать Псалтырь, Евангелие, послание на понятном наречии, соблазн, раскол, о лицемерие. Выйти прежде бревно из церкви, мертвый язык. Вот бревно лежит какое. До воскресня смысл, закованной в броню непонятности. И тогда увидите, что и намека нет на сучок лукавой причины противления родному, живому, разговорному языку. Ни в одной церкви мире нет столько посчитаемых юродивых, как у русских. Почему? Может, от сходства их языка сто так же непонятным, богослужебным? А это так импонирует, близко, как матери-дитя. Почему в Греции совершенно не отмечают события Покрова 14 октября? В основании чего лишь видение юродивого Андрея. А в России сотни храмов Покрова и празднования более торжественны, чем двунадесятые среди непреображения. Мы как-то пришли в греческую церковь, в греческий храм. На Покрова. А у них обыкновенная служба. Мы стали спрашивать, хотя и знали. Священник говорит, а у нас никогда его не отмечали. Это русские все придумали. Почему? И куда это все пошло? В народе знает, Покров, эта земля покроется снегом. Оно как раз совпадает рядом. Молитву придумали для незамужних. Молится Пресвятая Богородица покрой меня женишком. Ну что тут духовного-то не так и много ждут. Безбожный мир и не думающий о покаянии заполонил храмы. Все греховно. Преступно живущие люди православную церковь считают своей, нашей. И когда начинаешь говорить им о Боге, они противятся, а вы какой веры? Евангелие дают, так это не наши, это яговисты. Ну какие яговисты? Прямо написано по благословению патриарха Кирилла. Ну не он издавал-то, печатно. Издавали люди, которые бесплатно раздают-то. Находятся люди. Патриарх-то тут копейки не вложил, от своих миллиардов-то мог бы вложить что-то. «Когда же настанет богослужение понятным, то воссияет свет в разуме и заря охватит края земли и стряхнет с нее нечестивых, как в шее». Иова 38,13 «Непонятный язык – это служение в потьмах, и кривое не может сделать все прямым, и потому нет духовного рождения, и чего нет, того нельзя считать». Ихристиас 1,15 «В день, когда русский человек услышит богослужение на родном русском языке, сбудется пророчество о нем. В тот день глухие услышат слова книги и прозрят из тьмы мрака глаза слепых». Исайя 29,18 «И кончится литургический сон в столетии». А далее я буду считать сейчас материалы собора, которые скрыли от людей, из материалов Священного Собора Российской Православной Церкви 1917-1918 годов. Четвертый пункт, кто хочет себя отметить, определили под буквой «А» 2 римская и 1. Ведение Священного Синода, наблюдений за исправлением и переводом текста богослужебных книг и содобрения Церковного Собора, благословения, напечатания, доклад о церковно-богослужебном языке. Доклад принят решением Собора. принят, вот это важно-то, славянский язык основной язык нашего богослужения. Вот у нас в церкви тоже богослужебный язык церковно-славянский, но все библейское считается по-русски. Второе, в целях приближения нашего церковного богослужения к пониманию простого народа признаются, и права общерусского языка для богослужения. Четвертый пункт. Частичное применение общерусского языка в богослужении это чтение слова Божьего, вот как у нас, отдельное песнопение, молитвы, замена отдельных слов и речений и тому подобное для достижения более вразумительного понимания богослужения при одобрении его церковной властью, желательно в настоящее время, то есть революция уже на дворе, а вот в настоящее время проспали, народ-то ничего уже не понимает, уже взялись своими велами наводить порядок, признаются права, какое исхождение это сделали, то есть мы допускаем, признаемся, что люди могут понимать, да как же не понимать-то, не понимали тьма. Четвертый пункт. Частичное вот это считаем применение частичное, не все желательно в настоящее время, но когда переводы эти одобрены церковной властью, а у нас ничего этого нету, у нас все по-церковно-славянски, но так как библейское у нас считается по-русски, это половина богослужения на русском-то, но остальное уже можно понять-то, немножко поучить. Пятый пункт. заявление какого-либо прихода о желании служить богослужения на общерусском языке, на общерусском, в меру возможности подлежит удовлетворению поодобрению перевода церковной властью. перевод нужно сделать, а он есть, вот там где Борисов, Кощетков служат, у них есть, они приезжали сюда, давали книги, я с чем-то там не согласен, а перевод-то готовый уже, тем более на нем служат, это одобрено, и выдумывать ничего не надо, только говорю о переводе, не о каких других там подарках, агапах этих. Высшее церковное управление неотлагательно должно озаботиться изданием богослужебных книг на параллельных славянском и общерусском языках, то есть полстраницы на славянском, на церковном славянском, половина на русском, неотлагательно, то есть непременно это должны были сделать, сделали, нет, вот кто нарушает решение соборов, не говоря уж о вселенских, многократно и многие ссылались на постановление номер 362 патриарха Тихона от 7 20 ноября 1920 года об автономном самоуправлении епархии и нигде не опубликовали решение целого собора с участием святого патриарха Тихона не единовичное постановление номер 362 о русском языке поистине далее в кавычке открыты но умы ослеплены ибо то же самое покрывало до ныне остается неснятым при чтении ветхого завета потому что оно снимается Христом до ныне когда они читают Моисея покрывало лежит на сердце их но когда обращаются к Господу тогда это покрывало снимается Господь есть Дух а где Дух Господень там свобода мы же все открытым лицом как в зеркале взирая на славу Господню преображаемся в тот же образ от славы в славу как от Господня Духа 2 Коринфянам 3 14 18 умы священников и миря наслеплены непонятностью отжившего этой тьмою ставшего нахронизмом церковно-славянского языка и до ныне то самое покрывало непонятного языка остается неснятым при богослужении ибо оно покрывало снимается Христом до ныне покрывало лежит на сердце их вот тема о слове сегодня мы ее закончили ну и далее я не знаю Сергей как ты молишься учтено что 100 поклонов молиться потому что ты молитесь вы молите Бога о нас святые угодники Божии Игнатия Никита Надежды ибо мы усердно к вам прибегаем скорым помощником молитвником о душах наших спасибо Господи помил от самого духовного родителей струдника благодетель митрополита Илариона епископа Ютихи Венемина Агапангела Диамида Тихона Антония Священная Реакима Павла Геннадия Сергия 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 Василия Иоанна Михаила Наума Кирилла Амросия Вадима Зосима Рипи Андрея Максима Владимира Диаконов Евгения Александра Михаила Андрея Епископа Максима Сергия Кирилла Венедикта Франциска Корнилия Александра Диагора И весь священнический Иночий Скичин И высший Истинный Служитель Миссионеров Христианам Язычникам Иудеям Мусульманам И буддистам И нами Священника Если угодно Смири вас Ти воинства Их Наведи страх Твой на них И через них Сотвори Благое Церкви Твоей Владимиру Дмитрия Александра Дональда Рамзана Петра Александра Эрдогена Амана Наведи Страх Твой на них Дабы знали Они, что Над ними Ты есть Царь старей И Господь Господствующий И даруй мир Израилю Россию Украине И Сирии Где война идет Слава тебе Господь За тихую Мирную Ночь Что жизнь Нашу Продлил И разум Сохранил Дай нам Желание Трудиться А обнаружить И умножить Наши таланты Дарованное Тобою И для всего Пошли нам Добрых Помощников Наставников И советников И сохрани Севастяна Севастяна Людмилу Нину И расширь Пределы Наших Общин Побуди Многих И всех На благовестие Аллилуйя Спаси и помил Димитрия Марину Щадо И Хвалентину Алексея Хвалентину Надежду Димитрия 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 Олега Алексея Михаила Нину Анну Юрия Георгия И с кем познаком Или с кому Возвестили Слово Истины Возри На угрозы Врагов На их Лож И закрой Их Лживые Уста И примири Их С нами И в судный День Не помяни Их Безумие Ожесточение Доводящего До хулы На Духа Святого Не порази Их во гневе Твоем И благослови Наших благодетелей И воздай Медром Елену Евгения Евгения Наталья Максима Владимиров Господи Благослови Болящих Дай силу Все перенести И пошли мы Исцеление Сергея Алексея Александра Александра Анну Анну Игоря Никипру Татьяну Валентину 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 Марию Карею Акелину И нас Помилуй Милости Твоей ради Благодарю Тебя Господи За здоровье И за болезни За друзей И за врагов Ибо Все свое время Окажется на пользу Слава Тебе Боже Наш Слава Тебе Путешествующих Раису Отступников Николая Михаила И всех И знаешь Не дай ему Погибнуть В ожесточении Сердца Избави От пьянства Павла Михаила Анне Александра Владимира Игоря И найди Все наше Радстрой Никипру Валентину Ирину Татьяну Марку Нину Ольгу Елену Марию Татьяну Аллилуйя Слава Тебе Боже Наш Слава Тебе Да будет сей день Весь посвящен Прославление Твоего имени Дивных дел Твоих Христе Боже Наш Слава Тебе Господи Иисусе Христе Сыне Божий Помилуй Нас Господи Иисусе Христе Сыне Божий Помилуй Меня Грешного Слава Тебе Наш Бог И Его Авва Отче Свят 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 Господь Саваоф Вся земля Полнослава И Валилуйя Слава Вышне Богу На земле Мир Человек Благоволение Аллилуйя Благодарю Тебя Господи Божий Мой За тот День В Который Дал Мне Веру В Тебя Страх Пред Тобой И Ожидание Суда Божия Благодарю Тебя Господи Божий Мой За тот День В Который Дал Мне В руки Святую Библию И указал На толкование Святых Отцов Как На Истину Воздай Вечности Добро Молее Михаила Анны Всем Кто Трудился На Водоростание Моей Души Аллилуйя Пресвятая Госпожа Богородица Приснан Дева Мария Матерь Христа Бога Нашего Спаси Нас Молитвами Своими И Сохрани Наши Сокровища Книги Здесь И В пути Аллилуйя Ангел Христов Хранитель Мой Святой Моли Бога Мне Грешен Добрый Мой Ангел Благодарю Тебя Сколько лет Ты Хранил Не покинешь Смертный час Когда душа Будет Разлучаться От тела И Проведи Душу Мою Помытарством Страшным И Непонятным И Веди Навеки Вещи На Царство Христа Бога Нашего Аллилуйя Обрати Господи Тимофея Тимофея Мартина И Наши Сокровища Ставят И Пором Все Сохрани Под Твоей Охраной Трудящей Сына И Для многих Людей Да Сияет Свет Истины Познание Тебя Аллилуйя Слава Тебе Боже Наш Слава Тебе Хвала Тебе Мой Господь Честь И Поклонение Слава И Благодарение Аллилуйя Прости Господи И Помилуй Моли Бога О Нас Святой Иоанн Претеща Креститель Господень Научи Нас Господи Жить В бедности И Пропитание Одежду Быть Благочестивым И Довольным И Никогда Не Роптать И Никому Не Завидовать Не Страшить Сосарей Начальствующих И Не Участвовать Бесплодных Делах Тьмы Но И Обличать Аллилуйя Святитель Христов Никола Мир Микийский Чудотворец Моли Бога О Нас Молите Бога О Нас Святые Пророки Божии temu Дабы день Прихода Тво Нашего Отшествия Не Застал Неготовыми Но Чтобы Вышли На встречу Тебе С горящими Светильниками истинной веры и сосудами, полными или добрых дел, соделанных в Духе Святом с любовью. Аллилуйя! Молите Бога о нас, святые ангелы и архангелы, Херувимы и Серафимы, все небесные силы, престолы Божьи, предстоящие, где апостолы, Пётр и Павел, юнгелисты, Матфея, Марк, Лука и Иоанн. Аллилуйя! Молите Бога о нас, святые мученики и мученицы, Игнатий Богоносец, Поликавц, Минский, Устин, Философ, Космай, Адамьян, Андрей Стратилат и Иерон, Мученик, Климент Римский, Климент Анкирский, Анфимий, Микамедийский, Георгий Победоносец, Пантелеимон, 40 святых мучеников, Царь Николай, Святое Царское Семейство, Владимир, Вениамин, Иосиф, Борис и Глеб. Да укрепит Господь народ свой. Да бы никто не принял начертания зверя Антихриста. Анфиму, Вениамину, дай веру, И устраши родителей за должное воспитание детей. Аллилуйя! Молите Бога о нас, святые отцы, Василий Великий, Григорий Богослов, Ян Златоусов, Афанасий Великий и Крем Серин, Антоний Макарий, Макарий, Антоний Пеодосий, Корниль и Ио, Сергий Радонинский, Степан Пермский, Серафим Саровский, Ян Тобольский, Ян Кронштадтский, Ян Шанхайский, Кирилл и Мефодий, Иннокентий, Николай Макарий, Алтайский, Филарет и все переводчики священного писания. Молите Бога о нас, молите Бога о нас, святые жены и девы, Фёкот, первомущенница, Патина, Самарянина, Феврония, Вера, Надежда, Любовь, Матер Сапии, Наталья, Адриан, Варвара, Екатерина, Перепитуя, Татьяна, Ирина, Ольга, Елена, Нина, Мария, Магдалина, Мария Епицкая, Прискила, Акила, Андроник и Юник, Киприяна, Устина. Молите Бога о нас, даруй Господь послушание и молчание, Целомудрия и стерливой женам и девам, И сохранив от всяческого поругания, И спракт непокоривой Галины, Семейство Евгения, Надежда, 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 Светлана, Мария, Раиса, Марина, Юлия, Людмила, Галина и Иоанна. И прими нашу молитву, Вездеяние рук, как жертву вечернюю и благоухание, Приятное перед престолом благодати Твоей, Господи. И соедини молитву нашу с молитвами всех святых, Молящихся Тебе на небе и на земле. Господи, услыши и исполни молитву всех, Молящихся о нас во благо нам. И прими нашу молитву о всех заповедавших нам молиться о них. Спаси их, Господи, и помилуй. Аллилуйя! Говори, Господи, Владыка, Слушает и дослышит раб Твой. Говори, Господи, 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 Господи. Господи, 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 Господи. Так, мы сейчас будем как насчитывать... Так, помолитесь о мне, Я еду в Новосибирск на день, на конференцию. Просит, вот, звонок был Яковлев, Виктор Андреевич. Так, Господи, благослови брата нашего, Виктора, в пути, И сохрани его, И возврати в мире. Слава Тебе, Боже наш, Слава Тебе. Аллилуйя! Он врач, Член нашей общины. Ну, требуется. Все время ездят там командировки, Каждый год в Санкт-Петербург, Еще в Москве, Что-то их собирают. Ну, надо. Так, я сейчас отключаю, И минуты через полторы Заново включу, кому надо, Оставайтесь. События дня будут разбираться. Продолжение следует...